Дети для меня дороже, чем честь. В Израиле война, я туда не поеду. Это хрень. И раньше такого не было, и в будущем не будет. Ух ты, вот это да. Я еще не выбрал Израиль центром своей жизни. Привет, Антон. Привет, Алина. Спасибо тебе, что пришел. Начнем мы, если позволишь, с цитаты из твоего фейсбука. Это неделю назад опубликовал, таким образом, отметив два года своего бегства, как ты это назвал, из России. Я прочитаю маленький отрывок. В эмиграции всякий без исключения интеллектуал, человек поврежденный, написал Адорна. С той поправкой, что я не эмигрант и, боже упаси, не релакант, а беглец. Слово беженец по очевидным причинам некорректно. Проживший жизнь с твердым намерением никогда не покидать родную страну, а потом вдруг оказавшийся без почвы под ногами. Повреждение кажется неисправимым, как ампутация конечностей. Хоть привыкают и не к такому. Вопрос у меня будет такой. Для Антона Долина, которого я знаю, мне кажется, мы знакомы лет 20, нахождение и существование вне предела в России всегда было довольно органично. Ты много ездил по миру, ты выступал, ты присутствовал на фестивалях, ты участвуешь в жюри разных конкурсов. Что такое вот эта родная страна, что такое ее не покидать, почему именно ты тоскуешь, чего тебе не хватает, чего ты не можешь для себя найти в том месте, где ты сейчас находишься? Это очень сложный вопрос, связанный с огромным количеством факторов. Я думаю, за эти два года не до конца даже мной и осмысленно. Ну, во-первых, нехватку чего-то ты ощущаешь, когда ты этого лишаешься. Да, это банальность, но это так. И ты живешь, принимая как должное какие-то вещи, и не думая о том, что они могут быть привилегиями или какими-то дарами небес. Ты спросила про родную страну. Страна родная для меня, в общем-то, абстракция. Тем более, что страна России, государство Российской Федерации, их очень трудно друг от друга отделить, и все попытки отделить обычно заканчиваются кем-то фиаско, как только начинаешь задавать наводящие вопросы, разбираться. Моя родина, как я это для себя вижу, это Москва. И это не какой-то специальный такой местечковый патриотизм, хотя, наверное, и он тоже. Просто Москва огромная. Это по разным подсчетам 15 до 20 миллионов человек. Это государство. Причем не самое маленькое государство. Путешествуя от Ленинграда в моем детстве, Петербурга, потом до Ставрополя, Владимир, Суздаль, а вот Тверь, а вот я в Туле, а вот я полетел в Ярославль, поехал, но полетел в Псков, вот я в Новгороде читаю лекцию, в Великом, а вот, впрочем, и в Нижней тоже зовут, в Самаре я 24 числа в день начала войны читал лекцию, а вот я, впрочем, и на Чукотке, но тут, друзья, зовут в Якутск, потому что Хабаровск, Владивосток тоже ждут моего приезда на их там фестиваль. И вот так вот бесконечно. На фестиваль Сахалина я несколько раз ездил. То есть это огромная страна, так вот для меня эти поездки принципиально не отличались от поездок в Париж, Милан, Мадрид или Нью-Йорк, Токио. То есть это другая земля, где я ищу и нахожу близких по духу людей. Когда я рассказываю о кино аудитории в Хабаровске или в Ставрополе, или в Уфе, или рассказываю, вот был у меня такой опыт, я был на фестивале в Чонджу в Корее, и рассказывал там об Алексея Германе Старшем, или был у меня такой же похожий опыт в Рио-де-Жанейро. Для меня опыт этого общения с людьми через переводчика или на русском языке, он примерно одинаковый. То есть я делюсь какой-то информацией тем, что я знаю, тем, что для меня важно. Мы говорим о кино, оно нас объединяет. На мировых фестивалях в Каннах или Венеции то же самое. Я, между прочим, чаще нахожу общий язык с итальянцем или американцем, чем с москвичом другим туда приехавшим. Культура, кино – это общая родина. Поэтому Москва – это просто то место, куда я возвращался. Но это вот моя итака. Она существует, она существует и сейчас, никуда не денется. Она существовала и так, как пока Одиссей 10 лет странствовал. Она все равно была. Я знаю, что она есть, но мне туда сейчас нельзя. Отсутствие дома, просто в буквальном смысле слова, квартиры. Это моя квартира. Мы ее сами купили. Мы много лет зарабатывали деньги, чтобы смочь ее купить. Там мы ее купили, там родились наши дети, там все мои книги. Ну, я не хочу впадать в специальный сентиментализм. Но вокруг этого все остальное. Кладбище, где похоронена моя бабушка с дедушкой, папа похороненный на похоронах, которого я не был, и могилы, которого я не видел. Мама, которая, слава богу, жива, здорова, и она там. Или брат, племянница. Они все живут в Москве. Я брата и племянница не видел два года. Конечно, моя аудитория московская. Почему я говорю московская, а не российская? Потому что моим регулярным домом был кинотеатр «Октябрь» на Новом Арбате. Зал на полторы тысячи мест. Я представлял фильмы иногда по несколько раз в неделю. Приходили люди. Или редакции искусства кино на Старом Арбате. Этого ничего больше нет. Для меня, во всяком случае. Этого ничего больше нет. Это закончилось. Была твоя жизнь. Она состоялась в каком-то количестве элементов. И взяли, не знаю, половину или две трети этих элементов. А может быть и треть даже. Это тоже очень много. Взяли и вырвали. Ну, это как у тебя оторвать ногу и сказать, ну, у тебя же есть еще одна. И две руки у тебя есть. Что ты... Все нормально. Можешь прыгать на одной. Многие научаются даже резвее прыгать, чем на двух. Да, и это все тоже так. Поэтому чувство этой лишенности очень сильное. И, конечно, оно усугубляется тем, что сейчас ты сказал. Я не хочу это подробнее сильно как-то размазывать. Но да, я никогда не хотел уезжать. Огромное количество нынешних друзей-эмигрантов мне говорят, да, нам тоже тяжело. А как нам было тяжело 10 лет назад или 30 лет назад. И я говорю, им отвечая на это, технические тяжести в оформлении бумаг, об устройстве работы, вообще своего «я где-то». Это все... Это всегда сложно. Всегда связано с тем, как устроен твой мозг. Кому-то сложнее простые вещи, а кому-то сложные вещи легкие. Люди разные. Но речь совершенно не об этом. Речь о том, что каждый иммигрант выбрал иммиграцию. По тем или иным причинам. Человек решил уехать. А я чувствую себя беглецом, потому что я убежал от угрозы. Прежде всего, от угрозы моим детям. Не буду врать. Ну, и мне, конечно, тоже. И дети для меня дороже, чем честь. Но честь для меня дороже, чем любого рода удобства и все то, что у меня было, и без чего я остался. Ты вернешься? Откуда я знаю? Это вопрос к Владимиру Владимировичу Путину. Или к тому, что от него останется через какое-то время. Я не знаю. Мне нет никакого представления об этом. Иногда мне кажется, что нет. Иногда мне кажется, что обязательно это произойдет. Я не знаю. То есть, в сущности, Антон Долин сейчас живет в состоянии ожидания, что, может быть, это закончится и, возможно, будет вернуться. Я стараюсь ситуацию ожидания как-то... Давно уже стараюсь из себя ее выжечь, убрать, потому что это может сойти с ума, ожидая этого. Но я и не человек, который переехал из одного гнезда в другое гнездо. И просто другое еще неуютное. Но вот уже какое-то туда перья, пух и вату натащили. И уже становится все уютнее. У меня нет никакого гнезда. Съемная квартира в Риге. Ну, как бы чужбина. Она не какая-то очень ко мне жесткая. Это что за чужбина? Иногда люди, как я сказал. Моя аудитория, которую я нахожу и в Риге, и очень много где еще. Это люди, которые вообще поддерживают во мне какое-то горение чего-то. И работу мозга. И они есть везде. И там, где я сейчас живу, тоже. Но так, стены чужие. Страна чужая. Город очень красивый, но чужой. Рига. Прекрасный город, кстати говоря. Я всегда буду в Риге за... Как минимум эти два года, прошедшие до этого момента, благодарен. Посмотрим, что будет дальше. Но, конечно, в общем, я смотрю на убежище. Но убежище на то и убежище. Это не дом. Когда ты сидишь в бомбоубежище, убежав из своей квартиры, то ты благодарен этому бомбоубежище. Она спасает твою жизнь. Но находиться там невозможно. Да. Понимаешь? Почему я говорю, беглец, а не беженец? Ну, я думаю, что это понятно. Но я на всякий случай просто скажу, что сравнивать себя и многих таких, как я, с украинцами, которые буквально бегут из-под бомб, у которых дома буквально разрушены, часто семьи убиты, это просто безнравственно. Никакого сравнения здесь нет. Я убегал от слов опасных, угрожающих, и от бесчестия. А не от непосредственной угрозы жизни. Что ты имеешь в виду под бесчестием? Бесчестие в моем представлении, еще раз, я ни на кого это не переношу. То есть всегда, кто кого-то что-то скажет, кажется, что это сразу упрек. Бесчестие это я всегда считал, что у меня есть определенные взгляды, определенная этическая своя концепция, представление добре и зле. И большая аудитория. Для этой аудитории я занимаюсь кинокритикой. Но аудитория эта у меня есть и есть большая, в том числе потому, что я не прячу кинокритику вот за стену, как в фильме Джонатан Глейзер «Зона интересов», от остального мира. Потому что я считаю, что кино – это социальное и политическое искусство. Этим я отличаюсь от многих, кто критикует «Оскар» за политизированность. Политизированность – нормальное состояние кино. И хорошего, и плохого. Просто нормальное. Без этого нельзя. И когда происходит война, мой долг, внутренне понимаемый долг – об этом кричать и говорить, и не молчать. Пока она идет – не молчать. И вот бесчестие для меня – это продолжать, это сохранить свою работу, статус и дом в обмен на молчание. Очень просто. Очень многие наши с тобой общезнакомые, коллеги бывшие выбрали именно это. Никого не осуждаю. У каждого своя ситуация, у каждого свой этический кодекс. Куча народу скажет – никакого бесчестия. Моя честь в том, чтобы заниматься эстетическим анализом и отличать постмодернизм от метамодернизма. Вместо того, чтобы в ваши эти модные игры играть. Как мне сказал один бывший друг, сказал, ну ты сам из себя сделал, не помнишь, что там, икону протеста. Им это так видится. А, кстати, ты не сделал из себя икону протеста, с моей точки зрения. Это был мой следующий вопрос. Почему ты никогда совершенно не участвуешь во всех этих съездах оппозиции в эмиграции? Вот хорошие там русские собирались, еще какие-то собирались? Ну, во-первых, изделение от хороших и плохих русских, obviously, это невероятная чушь. Звучит это суперглупо. Вне зависимости от того, кому хорошим или каким-то себя причисляешь, это значит. Я бы сказал так. Любые определения, где звучит какая-то национальность – это хрень. Я считаю себя хорошим человеком. Или, если быть более точным, я стремлюсь… Нельзя быть хорошим человеком. Хорошим человеком свое существование как хорошего человека ты должен подтверждать каждый день. Рубин Эслунд, автор «Квадраты и треугольника печали», прекрасную вещь сказал как-то раз, что демократия, по-моему, он говорил о демократии, это как два стальных шара, которые ты на вытянутых руках держишь. Все время должен прикладывать усилия, чтобы руки не опустились, шары не упали. Это тяжело их так держать. То же самое с бытием хорошим человеком. Ты не можешь просто раз и навсегда быть хорошим человеком. Ты должен им постоянно быть. И я хочу быть хорошим человеком, а не хорошим русским. Что такое хороший русский? А как ты вообще себя определяешь? Подожди, я вообще себя определяю в национальном смысле, о чем ты? Самоидентификация, да. Я космополит, но я, естественно, русский. Я россиянин, у меня российский паспорт. Я израильтянин, но у меня теперь израильский паспорт. Я еврей, и я русский. В большей степени я русский. Конечно, это мой язык, это моя культура. Я москвич. Я москвич, это очень важная часть моей идентичности. Может быть, москвич, русский, еврей, москвич будет на первом месте, как самое важное. Потому что это так. Это не потому, что я так для себя это придумал. Как ты себя идентифицируешь? Это меня судьба так идентифицировала. Все хорошее и все плохое, что присуще москвичам, я просто ходячий стереотип. Так, подожди, у тебя получилось. Но я не ответил на этот вопрос. Просто дай это доделаю. Почему я не участвую в каких-то там акциях? В том числе поэтому. Я не хочу, чтобы меня причисляли к некому множеству. Оппозиции, русских, хороших, плохих. То есть все равно будут причислять. Но я не хочу к этому прикладывать никаких усилий. Я сам не хочу туда стремиться. А так-то, конечно, кто-то будет обобщать. Как мне недавно кто-то написал. Вы все русские такие. Вы все... Ну, что делать? Ничего, от этого не спасешься. Вот. Вы все евреи такие тоже, конечно, прозвучит рано или поздно. Обязательно. Я реже это слышу, чем вы все русские. Но все равно, конечно, ну куда от этого деваться. Окей. Я не против даже. У меня было откровение в момент бегства из России. Которое одно из моих важных обретений в этом бегстве. Откровение было такое. Никакой больше коллективности. Коллективная ответственность за преступления России в Украине вместе со всеми остальными россиянами, да, я принимаю стопроцентно. Даже говорить не о чем. Что это? Сейчас. Это отдельный разговор. Сейчас к этому перейдем. Я закончу мысль и сразу коллективную ответственность. Мы можем перейти. Но это тоже бездонная, конечно, бочка. Вот. Я решил, что я... Хорошо, что я больше не коро-арт. Не искусство кино. Не российские кинокритики. Я Антон Долин. Мой YouTube называется Радио Долин. Несколько друзей со мной это делает. Но это я. Мой голос. Мое имя. Да, я работаю в Медузе. Я рад был часть этой команды. Но я тоже немножко отдельно. То есть я полностью внутри. Но я пишу там единственное про кино. Сам по себе. И имею это свой собственный голос. И когда я езжу с этими какими-то лекциями, встречами, это я. Вот я как я. Автор книг. Мое имя на обложке. Я хочу, хотел бы всю жизнь так прожить. И не быть больше частью никакого сообщества. В том числе поэтому я стараюсь, когда все собираются, чтобы коллективный разум что-то придумал, никуда не ехать. И за эти два года коллективный разум так называемых оппозиционных россиян что-то ничего не придумал. Может быть, конечно, потому что меня там не было. Не сомневаюсь. Я шучу, я шучу. Нет, я так не думаю. Я так не думаю вообще. У меня про себя нет никаких ответов. Тем более за других не хотел бы. Скажи, пожалуйста, вот мы сейчас в Израиле тоже очень много говорим о коллективной ответственности, о том, как нам жить с тем, что происходит, происходило и, видимо, будет происходить вот в отношении Палестино-Израильского конфликта. Ты не выбираешь. Вот в твоей иерархии, когда я тебя спросила про самоидентификацию, была Москва, Россия и евреи, да? Почему ты не выбрал Израиль центром своей жизни? Что здесь для тебя не так? Давай я начну с самого начала. Я еще не выбрал Израиль центром своей жизни. Ага, у нас есть надежда. Ну, если это то, на что стоит надеяться, несомненно. Я сейчас человек, помнишь финал фильма про уродов и людей Балабанова? Там герой Маковецкого прыгает с альдина на альдину. Вот я сейчас прыгаю с альдина на альдину, а ледоход идет, и они тают. Я два года занимаюсь этим перепрыгиванием. И даже буквально, да, вот в Риге сейчас центр моей жизни, так называемый, временный. Это временный центр размещения беженцев, ну, беглецов. Никому это, конечно, особенно не нужен в этой Риге. И вообще россияне никому особенно не нужны. У них полон рот своих проблем. Очевидно, что, наверное, будем куда-нибудь двигаться дальше. Может быть, это будет Россия обратно, какая-то прекрасная или ужасная Россия будущего. Черт его знает. Непонятно. Вот. Может быть, Америка или Австралия, а может быть, и Израиль. Потому что мы граждане Израиля теперь. Простая человеческая ситуация, я могу рассказать, хотя не дико увлекательная. Мы очень долго из-за всяких проблем с документами оформляли израильское гражданство. И когда мы его дооформили, вдруг наконец нам сказали, вот вы граждане Израиля. Мы даже и не ждали этого. К этому моменту у меня был уже запланирован, на через несколько недель после этого, отъезд на несколько месяцев в Америку, где я получил грант для работы над книгой. И я сказал, я не могу сейчас переехать в Израиль, и мне нужно ехать в Америку. Они сказали, ну, значит, потом. Мы говорим, ну, хорошо. Мы поехали в Америку, вернулись оттуда и собирались ехать сюда, чтобы обменять временно Тиодадзиут на постоянный, для того, чтобы продолжить этот процесс. Но началась война, это был октябрь. Так она с тех пор и идет. Мой сын младший, ну, простите уж его за это, он никогда не жил в Израиле, хотя он в еврейской школе учится, еврей-то учит уже на хорошем каком-то фазе, он очень горд, что он гражданин Израиля стал. Он прямо... Почему? Если он никогда здесь не был? Надо его спрашивать. Нет, он был, он никогда не жил здесь. Был, конечно. Ему очень нравится Израиль, очень нравится быть евреем, очень нравится. Вообще, мои дети почувствовали, более остро, наверное, чем я и моя жена, хотя для нас это остро, что наша родина, Россия, она нас не желает, она придумывает все, что возможно, чтобы нас выгнать, дискриминировать, в будущем можно посадить в тюрьме, напугать. И это происходит все время. Вот мы сейчас разговариваем, мне три дня назад очередное от Роскомнадзора судебное уведомление пришло в почтовый ящик, который правдами и неправдами ты выцепляешь, чтобы мочь получить его, не находясь в Москве физически. Что они от тебя хотят? Они хотят объяснить мне, почему они не хотят всерьез принимать мой иск о признании на агентом, потому что я таки да, с их точки зрения, на агент, поскольку публикуюсь в таких-то, таких-то изданиях, вот это там, долго и занудно размазано. Потому что звание на агента, конечно, я считаю дискриминационным, и, естественно, мы в суде его оспорили, как иначе-то. Понятно, что они бы не согласились с нашим оспариванием, но также тоже вопрос чести. Честь не позволяет промолчать, с моей точки зрения, даже в этом анекдотическом псевдосуде. Мои дети почувствовали себя выброшенными из своего дома, никакого другого дома они никогда не знали, не планировали, как и я. И когда младший мой язык, потому что старший отдельно в это время учился в Европе и просто с нами не поехал этим заниматься, у него, может быть, это впереди. Но у нас был момент, когда мы попали на мероприятие, еврейское мероприятие в Эстонии. Меня позволили эту лекцию прочитать. Я приехал с детьми. И они почувствовали себя среди своих вдруг, почувствовали себя дома, что здесь они желанны, хотя они никогда в этом здесь не были. И в Израиле они так себя чувствуют. И ты знаешь, вот они, видимо, почувствовали эту почву под ногами вдруг. Знаешь, как это бесценно, в особенности для ребенка. Черт, что. Так что это очень серьезно. Так вот, мой младший сын, который, еще раз, учат ивриты очень хочет и так далее, он мне сейчас просто сказал, в Израиле война, я туда не поеду, я боюсь. Я говорю, ну, это не такая война, как, например, в Украине. Но я тоже снижать и говорить, да ладно, ерунда, не хочу, правильно? И потом я думаю, я его вывез от войны, от угрозы, ну, войны со стороны агрессора, но все равно. Вывез третью страну, он живет в Латвии, где все боятся, что война перекинется на Латвию, может быть, не зря боятся. И я, почему я буду говорить, что в Израиле, да ладно, это, внимания не обратишь. Я сейчас хотел его с собой привезти. Он испугался ехать. Поэтому, ну, простите меня, у нас и так несколько жестких травм, добавлять к ним травму еще одной войны и при ней пытаться в чужой стране, языка которого, мы с женой не знаем, начинать строить, ну, мы сейчас к этому не готовы морально, просто не можем. Но это не значит, что этого не будет в будущем. Мы будем очень рады, я думаю, что зрители согласятся. Не говори за всех. Ну, послушай. Да. Израиль в этом смысле такая разнообразная среда, тут и хейтеров очень много, и обожающих тебя тоже очень много. Нет, знаешь, я должен тебе сказать, что я сюда очень давно, когда у меня мысли не было даже получать гражданство израильское, очень давно сюда езжу, ну, не очень давно, но лет 10, прилично, с какими-то лекциями, показами и так далее. Тут чудесная публика, невероятно теплая и такая какая-то прям родная и с которой сразу ты находишь общий язык до того, как первое слово сказал. Я думаю, что, конечно, это очень важный был бы для меня фактор. Но также давай будем трезвы. К фактору повседневной, ежедневной жизни, заработка, обустройства социального и так далее, это не имеет почти никакого отношения. Безусловно. Вот. А это для меня все терринкогнито. Еще раз, люди, которые сюда уезжают, их очень много, они в основном все-таки готовят свой переезд. А подготовить его, находясь уже на неких баулах, на которых мы, по сути дела, живем уже два года, очень-очень сложно. Ну, последняя волна, конечно, ничего не готовила, все пересели так просто, вот, как могли. Многие после этого вернулись в Россию еще за какими-то вещами или книгами, или пожили еще там и потом снова сюда. Если говорить об эмиграции именно из России, про эмиграцию из Украины, например, я просто ничего не знаю. Вот. Я же с очень многими общаюсь. Я знаю, насколько это все по-разному у всех. Тоже для многих очень травматично, для многих невыносимо дорого здесь и нет, куда взять эти деньги. Это все очень сложно, это все бытовые вещи. Я, ну, хочу верить, что, наверное, наша семья бы с ними тоже справилась. Сейчас этот дополнительный грустно себя взваливать, мы просто не готовы. Например, если бы Россия была домом, оставленным домом, ну, куда ты можешь вернуться еще раз, собрать вещи, попрощаться с родными или с друзьями, это была бы другая ситуация. Но у нас не она. Ты не был здесь, ты первый раз здесь седьмого, после седьмого октября, после нападения. Что ты видишь, изменилось? Да, конечно, конечно, все изменилось вообще. В воздухе все другое совершенно. В аэропорту я на это сразу обратил внимание, когда ты выходишь, и там этот огромный проход вниз, вниз и там портреты, имена и возраст заложников. Ты просто видишь этот невероятный разброс, хотел сказать этнический, но не этнический, но имеется в виду самых разных, ну, евреи, это же люди всего мира, да, это люди со всего мира, очень разные физиогномические какие-то признаки, имена и фамилии, ну, и возраст от младенцев до стариков. Ты понимаешь, что это и по ощущению, и по впечатлению от этого, как от некого образа, в заложниках вся страна. Безусловно. Не выборка случайных людей, это как, когда социологический опрос происходит, опрашивают там сотню человек, но впечатление, что на вопрос отвечает вся страна. Вот здесь вся страна находится там в плену, ну, представить себе это очень страшно и очень больно. Бессмысленный вопрос, который я сам себе пытаюсь задавать, но у меня нет ответа. Мне это более больно, я так это ощущаю из-за того, что я теперь тоже израильтянин, ну, это какая-то ерунда, это же просто бумажка, и если бы я не был причастен к этой стране, а приехал бы в другое государство, не знаю, в Ньянму, где вот тоже было бы то же самое, мне кажется, тоже было бы больно и страшно. Это производит ужасное впечатление, сразу тебя оставляет шрам сходу, когда ты и не планировал. И это ощущается везде, на каждом шагу, где эти все плакаты, верните их домой. Я не ощущаю себя полноценным участником этой драмы, я все равно, и на данный момент я все равно сторонний наблюдатель и свидетель, но свидетель, несомненно, сочувствующий. Скажи, пожалуйста, почему эта драма и вот то, что ты воспринимаешь как очевидную драму, так не была воспринята явно в нашем с тобой любимом Голливуде, в сообществе, о котором мы с тобой пишем, и которое нам дарит в общем подарки, да, они снимают фильмы, отражая ситуацию в мире, формируя ситуацию в мире и делая очень многое для озвучивания каких-то тем. Мой товарищ Сережа Кузнецов, писатель очень хороший, спросил в Фейсбуке недавно, говорит, вот есть огромное количество, один из них победил сейчас, две награды взял на Берлинском фестивале, документальный, фильмов, которые показывают страдания палестинского народа. и я от себя могу добавить, рискуя вызвать неудовольствие наших зрителей, что большая часть тех фильмов, получающих призы, вовсе не потому их получают, что это политически, там, правильно, и так далее, они очень талантливые, талантливейшие люди этим занимаются. И Сережа спросил, а назовите мне израильские фильмы, которые показывают израильскую боль от этого происходящего, и точку зрения. Ему никто ничего не смог назвать, практически ничего. И самый частый был ответ, кем-то с горькой иронией процитированный, а кем-то вполне всерьез. Израиль в информационных войнах не участвует. Ну, то есть, я не знаю, как остаться в рамках цензурной лексики это суждение, комментируя. Если ты не участвуешь в информационной войне, ты проиграл все остальные войны. Какой бы у тебя ни был крутой цахал, это вообще ни при чем. То есть, ты считаешь, что выступление Джонатана Глейзера, я напомню зрителям, может быть, кто-то не в курсе, на церемонии вручения Оскара, автор фильма «Зона интересов» о Холокосте, о коменданте лагеря смерти Аушвица. Вот автор этого фильма вышел так с трясущимися руками, по бумажке прочел речь, в которой он заявил, что он отрицает то еврейство и тот Холокост, которым оправдывается оккупация. И все это вызвало, конечно, очень бурную реакцию у израильской аудитории. Ты считаешь, что это именно провал пропаганды израильской? Я считаю, что ругать или наказывать Глейзера или любого другого человека, который стоит на этих позициях, абсолютно бессмысленно. Я думаю, что любого такого человека надо было бы, полезно было бы, значит, посадить, вот как сейчас мы с тобой сидим за столом, и дать человеку простейший опросник. Газа, Палестина, Израиль, оккупация. Где все это находится? Что вы про это знаете? И когда из 10 простых вопросов на 9 человек ничего не ответит, на 10 ответит, но случайно попав просто в да-нет. Вы поймете, что уровень информированности об этом нулевой. Я очень часто на фестивалях встречаюсь с людьми, которые настроены против израильской политики. Я всегда им задаю один вопрос. Я говорю, а вы были в Израиле или в Палестине? Ни один никогда не был. Никогда. И знаешь что? Есть люди, которые смотрят на это иначе, хотя бы с точки зрения не все так однозначно. И это все люди, которые здесь бывали. Хоть раз доехали, не в смысле они посмотрели, ой, израильтяне такие классные, а палестинцы, фу, они такие агрессивные. Совершенно нет. Даже те, у кого друзья среди палестинцев, кто побывали здесь и там посмотрели, они знают, насколько это сложный, нераспутываемый исторический узел, который можно распутать было бы, только если бы весь мир, включая и даже начиная с них арабских стран, захотел бы это распутать. тогда это можно было бы, это было бы очень сложно, но возможно. Но пока есть огромная часть мира, которая не хочет ничего распутывать, а хочет from the river to the sea, да, кстати, простой тестовый вопрос, from the river to the sea, что это значит? Просто объясните. Нуа Тишби его задала как раз на Санденс, на кинофестивале Санденс, там была очередная пропалестинская демонстрация, израильская актриса Нуа Тишби пришла туда с микрофоном и начала задавать этот вопрос. Да, это что было за ответ интересно? И там было и Черное море, и Азовское, там все были моря. То есть люди не в материале, о чем я говорю. Абсолютно. Значит, теперь, внимание, очевидно, что люди, которые этот лозунг скандируют, по тем или иным причинам выступают против Израиля, возможно, этого не понимая. Вместо того, чтобы придумать, какая армия выступит за Израиль и их победит, или как их зашемить, давайте для начала им объясним, что они выступают не за Палестину, а против Израиля. Просто проинформируем о том, что это значит. Другими словами, я не знаю, какой может быть выход из нынешней патовой ужасной ситуации в Израиле, Газии. Это ужасная ситуация, и она сейчас, мне кажется, безвыходной, но безвыходной ситуации нет, потому что время идет, история продолжается, политики меняются, новые поколения людей появляются, и все меняется всегда. Чем жизнь отличается в лучшую и в худшую сторону от кино? Кино заканчивается, а жизнь нет. Тоже заканчивается. Твоя или моя, но не жизнь в целом. Это может быть ужасно. Хорошо был бы какой-нибудь хэппи-энд или наоборот апокалипсис. Так не доживем же. Оно продолжается все время. Это все старый прекрасный анекдот. Табличку не снимай. Эта табличка должна висеть. Все всегда может перемениться. Хорошее к худшему, худшее к лучшему. Все время, и все время так происходит. Поэтому сейчас так плохо, что обязательно потом будет хорошо или во всяком случае легче. Но когда, как, какой ценой мы не знаем. Сейчас, кажется, тенденция идет на ухудшение глобальное. Это касается и России с Украиной, и Израиля с газой, и Палестины, и Ирана, и так далее. И ситуация с предвыборами в Америке, где, кажется, два варианта, один другого хуже. Ну, со стороны, кажется. Еще раз. Я не американец, я не разбираюсь, но выглядит довольно мрачно. На фоне этого всего мне кажется, что не ясно, что будет, что нас ждет. Ясно, что, скорее всего, много нехорошего. Но зато есть вещь, которая довольно определенная. И это, мне кажется, очень приятно. Приятная, светлая, радостная вещь. Понятно, что делать нам. Вот тут я могу меня и тебя объединить. Вообще, я не люблю все это. Мы, вы. Но вот здесь это можно. Людям, у которых болит за Израиль, заметь, я не говорю, безоговорочно поддерживают Израиль. Или которые хотят, желают смерти палестинцам. У меня болит за палестинцев тоже. Меня постоянно спрашивают, а вам что, не жалко палестинских детей? Да черт побери, конечно жалко. Это невероятная трагедия, мирное население, погибающее. Черти что, это совершенно ужасно. Но только давайте признаем, что первые в этом виновны, это Хамас, который организовал эту ситуацию, устроил, и которому политически она выгодна. А вовсе не те, кто непосредственно здесь. Это все равно, что ругать украинское ПВО за то, что когда они сбивают ракету русскую, от этих осколков погибают тоже украинцы. Виноваты те, кто ракету выпустили, а не те, кто попытались ее сбить. Удачно или нет? Ну, мне кажется, это довольно просто. Хотя почему-то до многих не доходят эти простые мысли. Так вот, что нам всем нужно делать? Нам нужно заниматься спокойно, максимально безэмоционально. Вот эти крики Глэйзера раскатать самого его Ваушвец. Ну, ребята, ничего глупее такой реакции, которая только подтверждает, да, он прав, значит, смотрите, какие они там, фашисты. Не надо, не надо, не надо горячиться. А что надо? Надо рассказывать, надо информировать, надо рассказывать, надо объяснять. Не надо, мне сейчас говорить на это, что они сильнее, они больше, да, потому что они 70 лет объясняют, а Израиль 70 лет отказывается играть в информационные войны, потому что у него исцехал. Послушай, мы 70 лет те же самые, да, объясняем, не только мы, все тот же мировой кинематограф объясняет, что антисемитизм это плохо, дегуманизация это плохо, фильмы о Холокосте выходят по 5 штук в год. И это работает, и работало очень долгое время. До нынешнего кризиса антисемитизм был стыдной вещью. До того, как был Нюрнбергский процесс, были все эти фильмы, начиная с первого фильма о Холокосте, еще неловких, и вплоть до апогея в момент списка Шриндлера, все это было для того, чтобы мир признал как консенсус. Антисемитизм это плохо. Это не было консенсусом не только в 35-м году, но и в 55-м это не было консенсусом. Но это стало консенсусом. За несколько десятилетий стало. Сейчас этот консенсус не опрокинут, сейчас он пошатнулся. И это, еще раз, два шара на вытянутой руке. Надо продолжать работать, чтобы это оставалось консенсусом. И надо делать все возможное. Холокост, события Холокоста, я скажу сейчас вещь, которая может подключить как циничную. Пожалуйста, попробуйте понять, что я хочу его сказать. Холокост, его события, это страшная трагедия, стали рычагом, который позволил впервые в истории Европы развернуть ситуацию с антисемитизмом и сделать его стыдным. События 7 октября могут и должны стать таким же рычагом, чтобы так же мучительно, за долгие годы, это не произойдет быстро, сейчас это продолжается, эта ситуация, она еще не закончилась. После ее финала, будем надеяться, счастливого, давайте в это верить, это должно быть превращено в рычаг, чтобы развернуть мир хотя бы от ситуации неведения по поводу Израиля и Палестины, хотя бы к тому, чтобы чуть-чуть больше о ней понимать. Я не говорю поддерживать Израиль, но хотя бы понимать, насколько это сложно, что это не ситуация белая-черная, хороший-плохой, насильник-жертва. И когда меня спрашивают, ну как может быть, чтобы люди, у которых есть достаточно эмпатии, чтобы переживать за палестинцев, не переживать за израильских заложников, как может быть, они не заметили 7 октября? Ответ есть. В их картину мира, которая у них есть, это не укладывается. Если Газа и Палестина это сплошные жертвы оккупации, как жертвы оккупации могут ворваться к оккупантам вдруг, переубивать, перенасиловать кучу народу, детей и женщин похитить, и похитить так, что несколько месяцев эта самая эффективная армия мира не может их спасти. Ничего себе жертвы. Может, они не такие уж и жертвы. Может быть, жертвы есть, но это не те, за кого мы так это время топим. То есть, уже, уже. И это настолько не соответствует, как когда меня спрашивают, ну как может быть, что в России живут люди, столько есть доказательств вот таких-то событий на Украине, не знаю, разбомбленного роддома. А они все равно не верят. Не верят, потому что, если это признать, то рушится, как карточный домик, вся их система представления о мире. И проще поверить тем, кто говорит, это фейк. Здесь то же самое. Мстислав Чернов, режиссер фильма «20 дней в Мариуполе», страшного документального фильма из Украины, сказал, получая своего Оскара, он сказал такое очень, ну, с одной стороны, красиво, красивую вещь, а с другой стороны, с моей точки зрения, возможно, вызывающие вопросы. Он сказал, что кино формирует память, память формирует историю. Ты согласишься с этим? Сто процентов соглашусь. Мифология, которая очень хорошо запечатлена в кино, гораздо лучше, чем факты, формирует наше сознание. Весь советский народ верил, что взятие Зимнего было, как в фильме Эйзенштейна «Октябрь». Сколько бы ни было книг, даже в советское время, которые это описывали, но тут люди кидаются на решетку дворца, ну, это эффект. Блин, как ты это победишь? Образы кино всегда будут побеждать. Не надо рассказывать, что в списке Шиндлера не все правда. Люди хотят верить в сказки про то, как коммерсант циничный с прекрасным лицом Лиома Нисона стал праведником и настоящим героем. Не хотят они знать, что у него там был свой интерес и что вообще-то все не он, а его жена. И это усложняет сказочную красивую конструкцию, которая показывает, что даже в абсолютном кромешном мраке Холокоста может найтись хороший человек, который зажжет свечку и выведет какое-то количество людей к свету и их спасет. Это модель сказочная, которая работает. И сложная правда, поэтому я не говорю, что надо сложную правду всю про Израиль и Палестину ко всех донести. Во-первых, это невозможно. Во-вторых, не надо к этому стремиться. Но, тем не менее, дать координатору сказать, что происходит, полезно, а создать художественные произведения, которые бы об этом сказали, еще, конечно, полезнее и нужнее. Но для этого нужны очень сильные режиссеры, сценаристы, которые будут верить в то, что они делают, а не получат гонорар от Министерства культуры Израиля, чтобы они сделали гениальное кино. Так будет точно провал. Вот. То есть, сложно. В какой сказке сейчас живет мир, судя по результатам Оскара? Потому что они такие очень компактные, они такие очень понятные, образные получились. Во-первых, если ты хочешь по Голливуду все судить, то Оскар это вчерашний день, уже это 23-й год. Сегодня мир живет, соответственно, с Дюной. С Дюной 2. Конечно. Всем людям нужен мессия, чтобы победить огромную страшную империю, и тогда дикари из песков эти космические корабли смогут из рогаток буквально сбить. Но национализм, религия и религиозный пророк-мессия, превращающийся на глазах из хорошего мальчика в диктатор, способны это сделать. То есть, зло побеждается еще большим злом. О том же самом говорит Эппенгеймер. Безусловно. Эппенгеймер, почему мне нравится больше, чем зона интереса? В 100 раз. Потому что зона интереса про плохих людей, которые были очень плохими людьми, не замечали, какое зло они творят. Тоже мне вообще бином Ньютона. А Эппенгеймер про очень хороших людей, которые творят еще более страшное зло. И был такой детский, очень не смешной анекдот про то, что сидели на крыше две девочки, не знаю там, Маша и Варя. Маша была добрая девочка, а Варя злая девочка. И они сидели на крыше и плевали на прохожих. И плохая девочка, она 5 раз попала, а хорошая девочка попала 12 раз. Потому что добро всегда побеждает. Понимаешь, вот это вот самое добро с атомной бомбой, оно в Эппенгеймере и побеждает. И герой как бы, ребят, подождите секундочку, там бежит к президенту даже. Давайте, это самое, прикрутим этот вентиль. Говорят, чувак, иди, охлонись, надоело. плаксы эти все, интеллигенция, как будто мне эта интеллигенция эту бомбу построила, без нее никто бы этого не сделал. Жуткая история. Когда мне говорят, что Эппенгеймер не должен был там победить на Оскаре, потому что там женские роли слабоваты и фильм длинноват, мне смешно все это слушать, потому что суть-то не в этом. Фильм сообщает нечто супер важное, о чем сейчас каждый осознанно думает, либо бессознательно имеет на уме. Понимаешь? Поэтому он и победил, и это он нам сообщает. Это очень безнадежная, безрадостная посылка, и мне очень печально, что гораздо больше мне нравилось, как кинопроизведение «Бедные и несчастные» не был признан лучшим фильмом года, с другой стороны, был признан на Венецианском фестивале, не то, что надо переживать за бедных и несчастных. Но «Бедные и несчастные» это редкий авторский фильм, довольно радикальный, с хэппи-эндом. Он о том, что человеческое и человеческое достоинство в том числе, и управление души и мозга и этики телом, это все-таки побеждает. А не телесное, а не общественное, а не репрессивное. Но это сказка, мы все это понимаем. А «Оппингемер» не сказка. А за убийцу «Цветочной луны» тебе не обидно? Мне лично было очень обидно, потому что, мне кажется, это мощный шаг, во-первых, Голливуда в эту сторону, в сторону этой темы. Да, Алин, дорогая моя, у нас был, это надо не обижаться, а радоваться, у нас был, вот так получилось, очень сильный сезон киношного. Очень. Очень много прекрасных фильмов. Не могут они все победить. Скорсезе, когда он снял «Убийца цветочной луны», кстати, фильм, который совершенно не всем нравится, но мне он очень нравится, я считаю, что это один из лучших фильмов года. Вот. Я смотрел его два раза, и оба раза был совершенно захвачен, несмотря на то, что он три с половиной часа идет, мне совершенно не скучно, очень нравится. Очень нравится. Так вот, когда он снял этот фильм, Коппола, и они, конечно, друзья, но я думаю, что он был искренен. Он сказал, что Скорсезе просто лучший режиссер в мире сегодня. Если ты лучший режиссер в мире. Зачем тебе «Оскар»? Конечно. Вот в Каннах он был вне конкурса по той же самой причине. Ну, какой конкурс? Ну, что серьезный, ему надо с анатомией падения выяснять, кто лучше. Конечно, Скорсезе лучше. Но Джусин Трие премия нужнее, ее никто не знает в мире. А теперь, благодаря Пальме, а потом «Оскару» все узнали. А Скорсезе и так все посмотрят. То есть, если человек никогда не слышит только Скорсезе или там Де Ниро и не хочет смотреть этот фильм, никакими «Оскарами» этого человека уже не убедишь. Некоторым фильмам и режиссерам это не обязательно. Призы не обязательно нужны. А некоторым очень нужны. И Нолану нужно, потому что Нолана любит весь мир, но признание вот такого официального... Есть признание публики и признание критиков. А признание цеха у него достаточного нету. И он получил признание цеха. Его, по сути дела, ну, я, конечно, огрубляю, но на «Оскарах» его сейчас впервые признали серьезным режиссером. А не режиссером жанрового кино. Комиксового там или какого-нибудь там научно-фантастического. Для меня это все хрень. Я считаю, что научно-фантастика не менее серьезна, чем реалистическое кино. И что «Темный рыцарь» не менее серьезное кино, а может быть, более, чем «Оппингеймер». Но «Академия» так не смотрит. Это очень-очень, хотя не у меня, это очень консервативная как бы организация. Так вот, давай посмотрим только на «Оскар». «Оппингеймер». «Убийца цветочной луны». «Бедные несчастные». «Анатомия падения». Как ни к ней относились «Зона интересов». Значит, «Американское чтиво» потрясающий фильм. Это уже шесть шикарных фильмов. А ведь есть «Страсть Додена Буфана» и «Опавшие листья», просто не попавшие туда, хотя их пытались номинировать. То есть, мы наберем с десяток «Барби». Очень яркий фильм. Мне самому там не понравилось, как они его закончили и прочее. Но это безумно талантливая и яркая вещь. Одно выступление, мне кажется, Райана Гослинга на премии, это кусочек этой вселенной, который все увидели и как бы обалдели на сцене, вспомнили, что это за кино. Но тоже, «Барби» это похода на ситуацию Скорсезе. Потому что, конечно, у них нету имиджа Скорсезе, но они самый кассовый фильм года сняли. Самый кассовый фильм снят и женщины в истории кино. Не обязательно к этому премии добавлять. Можно, но не обязательно. Но я к тому, что роскошный год. Роскошный год. Огромное количество фильмов. Поэтому ни за кого, кто не получил, не надо обержаться. Премии не может хватать на всех, и вся премиальная игра лишается смысла, если совсем уж всем раздать и всех хороших поградить. Ну, так не бывает. Но согласись за «Ди Каприо» в очередной раз очень обидно. Я зрителям объясню, что «Ди Каприо» все время просто игнорирует Американская киноакадемия. Ему дали один единственный «Оскар» и не за самую лучшую роль. Ну, я согласен. Ну, «Оскарами» мир не состоит из «Оскаров». Но «Ди Каприо» любят... Это как каждый год все обижаются, что опять Салману Ружде или там Джон Роллинг Стивену Кингу не дали Нобелевку. А я каждый раз хочу вскричать в ответ. Зачем им? Их читает весь мир. Зачем тратить бесценное оружие для распространения информации о литературе на людей, которые уже и так завоевали сердца всего мира? Чтобы просто им было приятно? Но это недостаточно и чтобы их читателям было приятно. Далее Юну Фоссе. Юна Фоссе знает в театральном мире, а за его пределами никто. Это норвежский писатель. Теперь его переводят на все языки. Я по всему миру езжу. Я куда ни зайду, Белград, я не знаю, там, там, Испания. Он везде на полках стоит. Перевод с норвежского. Не было бы этого без Нобелевки. Нужно такое Кингу? Нет. Все, все очень просто. Не надо обижаться за Кингу. У него прекрасно все в жизни. То же самое здесь. Из-за Скорцезе не надо обижаться, из-за Дикаприя не надо обижаться. Дикаприя один из самых обожаемых артистов в мире. Да, когда-то я очень болел за однажды в Голливуде, а главного Оскара дали то же самое было, кстати говоря, в Каннах. А Оскара и Золотой Парни дали Пон Джунхоза Паразита. Но Паразита прекрасное кино. Ну да, и Оппенгеймер прекрасное кино. Но как бы дело не в этом. И Киллен Мерфис замечательный актер. Я вообще дал бы Джеффри Райту из «Американского чтива». Я считаю, что он лучше всех сыграл в этом году. Потому что это роль на полутонах. Это вот не такая гротескная роль. Вот. Но я сейчас не об этом, а о том, что премии. У них есть часто внутренние установки. Но я согласен с одним. Установки разные. Есть одна внешняя установка. Награждать тех, кто и так является статусным, любимым и популярным, это зря расходовать эти призы. Подожди. Из того, что ты говоришь, получается, что премии нужны не для того, чтобы отметить блистательную работу, а для того, чтобы дать, в сущности, путевку в жизнь. Дорогая моя, что такое блистательная работа? Не важно. Ты скажешь, блистательная работа это убийца цветочной луны, а оппингеймер неоднозначная. А потом выйдет другой человек и скажет, нет, это оппингеймер блистательная работа, а убийца цветочной луны затянуты. Как ты это измеришь? Никак. Для измерения искусства есть один единственный способ, и только он работает, количественный. Голосование. В Каннах голосуют семь или восемь или там девять членов жюри. За кого проголосовали, тот получил главный приз. На Оскаре голосуют там пять тысяч или сколько там их академиков. За кого больше всего голосов отдали, тебя победили. Просто в прокате голосуют зрители своим долларом. Проголосовали за Барби, он победил. Ну, говоришь, что Барби слабый фирм, окей, зато самый популярный в этом году. Хоть ты тресни самая популярная, ничего ты с этим не сделаешь. И все. Поэтому работает только это. Что касается путевки в жизнь. Ну, Нолану, как понимаешь, никакая путевка не нужна. Он один из популярных режиссеров в мире. А зачем ему тогда Оскар? Ему нужно признание в профессиональном сообществе. Возможно, для того, чтобы какие-то его проекты, это тоже связано с будущим, а не с настоящим, чтобы какие-то его проекты, потому что ты удивишься, сколько есть знаменитых, прекрасных режиссеров, которые не могут какие-то свои проекты все равно существовать. Потому что все равно это огромные деньги, вложения, которые должны возвращаться. И, возможно, теперь поверят, что он может сделать это, а не то. Ты знаешь, фильм «Совсем не выдающийся «Чудо женщины»» был суперважен. Потому что поверили, что можно блокбастеры доверять женщинам, режиссировать. А сейчас кажется уже нелепым, что в это не верили. Но не верили. До «Чудо женщины» ни разу этого не было. То есть это было нужно. Не приз ему давать, а чтобы это произошло. Ну и так далее. Так вот, а для чего вообще нужны фестивали? Давай вернемся к этому простому вопросу. Если они нужны для того, чтобы фиксировать чей-то уже состоявшийся статус, то тогда есть эти фестивали. Нет этих фестивалей, неважно. 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 Скорсезе, будет Скорсезе и с «Золотой пальмой», и без. Кстати говоря, тем людям, за которых так переживаешь, часто дают всякие почетные призы. То есть для этого они не участвуют в состязании. Не участвуют, им и так их дают. Это тоже красиво и правильно. Потому что ты уже заслужил, уже заработал. Тебе не надо соревноваться, чтобы получить. Ты получаешь, потому что ты и так круче всех. Вот Линч так получил «Золотого льва» почетного за внутреннюю империю. Фестивали когда-то были придуманы, хотя, может быть, осознанно никто так не формулировал это. Но фестивали – это гениальное изобретение. Со стороны люди часто вообще не понимают, зачем это нужно, которые там не бывали. Им кажется, что фестивали – это, во-первых, ярмарка тщеславия, кто больше получит призов. Во-вторых, способ выгулять свои платья и все. И это для этого. Нет. То есть пусть и это тоже, ради бога. Когда-то кинематографом управляли только коммерческие интересы. И были великие режиссеры, которые просто не могли десятилетиями, как Карта Дрейер, получить бюджет на свой фильм, потому что ему говорили «Чувак, да мы знаем, что ты гений. Народ не ходит». И денег он не получал, и человек умирал, ничего не сняв. Таких случаев было дофига. И многие великие люди, включая Мельеса и Гриффита, умерли, если не в нищете, то очень сильно нуждаясь. Что, конечно, несправедливо. Но что делать? Нетерпимость великих фильмов, но он провалился в прокате. И ее до сих пор цитируют, но он провалился в прокате. Фестивали были придуманы. Изначально это взялось как выставка. В Венеции был первый фестиваль, это была выставка Биеннале. Выставка достижения киноискусств. То есть кино не как коммерция, как искусство. И была придумана модель. Есть некое состязание. Кто же получит приз? И приезжает куча журналистов всего мира, начинает про это писать, отказывать. Так, кто же получит приз? Феллини, Курасава или Тарковский? Следим. И мир, который вообще не ходит на фильмы этих религиозов, говорит, так, кто же, кто же? Как на спортивном соревновании. Получает этот. Все такие, о, получил Феллини. Но это нам надо посмотреть. То есть без всяких рекламных бюджетов появился механизм, причем не управляемый какими-то злыми докторами Мабуза сверху, а он такой самовоспроизводящийся. Механизм для раскрутки и популяризации того искусства, которое не создано как коммерческое произведение. То есть авторское кино между собой состязается. Художники же его ценят, говоря, какое самое талантливое. А поскольку из этого есть интрига, тут же в эту игру включились звезды, которые все всегда, конечно, рады, что у них много денег и вилл, но посмотри фильм Вавилона, того самого Шазелла или Артист, в какой-то момент они запивают и умирают с тоски, потому что одних только денег и шампанского недостаточно. Художнику хочется быть художником, хочется быть признанным за талант. И для этого все эти Брэда Питты идут в авторское кино. И за бесплатные, или за копейки там снимаются бесконечно. Что из этого следует? Фестивали стали наполняться еще и звездами, а за ними фотографами, которые их снимают. А это стало тиражироваться даже в таблоидах, которых вообще никакое кино не интересует, даже коммерческое. Итак, появился механизм, что журналисты, включая самую низменную прессу, желтую, рассказывают всем про фестивали. Это оказывается недоступное. Там все звезды, все туда хотят, все мечтают о фестивалях. И фестивальный фильм получает некий ореол, который приводит людей в кинотеатры на искусство. Другими словами, когда у нас есть, пропускаем теперь 70 лет истории фестивальной, приходим к нашему дню. Когда у нас есть фильм или режиссер, которому не хватает зрителя и признания, и рядом фильм или режиссер, у которого это есть, любой нормальный жюри выберет первый вариант. Потому что это механизм для того, чтобы кино как искусство продолжало идти дальше. А куда дальше идти с Корсезе? Он уже на верхушке Олимпа стоит. И там Эвереста этого стоит, свой флажок туда персонально уже воткнул. Куда дальше-то? Вот, кстати, про фестивали. В Берлине, на Берлинском кинофестивале в этом году победила документальная, в общем, лента. Это такой докуфикшн. Ну, докуфикшн, да, Догомея. Я знаю, что тебе она понравилась. Я не могу разделить твоего отношения. У меня здесь другой вопрос. В последнее время все чаще вот как-то размывается вот эта грань между художественным кино и документальным. Можно ли в рамках одного конкурса одних критериев оценивать и художественное, и документальное кино? Как это может происходить? Это все-таки очень разные вещи. Не во всех номинациях. Например, такая номинация, как сценарий, который иногда присутствует в документальном кино, заметим. И тем более актерские работы, документальное кино в этом не участвует. А в том, что касается режиссуры, операторской работы или просто фильма, почему же нет? Как оценивается фильм вообще? Вот чтобы ты понимала. Что думаешь, выстраивается табличка и тут так, актеры здесь да, здесь нет. Нет. Сидят люди в жюри. Я бывал в разных жюри. И говорят, какой фильм больше все понравился. Ну, по-моему, самый сильный этот. Нет, самый сильный тот. И вот какой кажется самым большому количеству людей с самым сильным, тот и побеждает. Ну, в этом смысле документальное почему не сравнится ему с игровым? В чем проблема-то? Речь идет о интеллектуальном и эмоциональном воздействии. Ты же согласен с тем, что интеллектуальное и эмоциональное воздействие документального фильма может быть не слабее или сильнее, чем игрового? Вот и все. Это достаточное условие. Ничего сверх того не нужно. Никаких критериев научных, типа здесь 40 склеек, а здесь 500. И чем больше склеек, тем лучше. Или чем меньше, тем лучше. Нет же такого, правильно? Нету таких разделений. Есть просто общее впечатление от фильма. А вот когда речь о конкретных цехах, некоторые цеха, например, актерские в документальном кино не задействованы. И здесь уже как бы действуют совершенно отдельные критерии. Слушай, вот даже сейчас, когда ты говорил о решениях жюри, и когда ты говоришь о том, как мы оцениваем кино, мы все-таки говорим о своем эмоциональном восприятии. Рано или поздно, какими бы мы не владели терминами, и как бы профессионально или не профессионально мы бы не смотрели на кино, мы с тобой оцениваем, на нас это подействовало или нет. Конечно. А насколько вообще вот это оправдано, да, вот мы пишем о том, чего мы подумали про фильм, чем мы, собственно, отличаемся, я не знаю, от блогеров в Фейсбуке, и почему мы имеем право читателю что-то рекомендовать или не рекомендовать. На самом деле ничем не отличаемся, никакого большего права не имеем, но есть несколько вещей, которые немножко подкрепляют нашу шаткую позицию. Условно говоря, когда в жюри какого-нибудь фестиваля участвуют, там даже не обязательно кинематографисты, иногда это писатели, например, берут писатели, это никогда никого не... Вот писательница Оксана Забушка украинская в этом году была в жюри фестиваля в Берлине. Что ей дает, мы же никто не ставим под вопрос, под сомнение, ее право оценивать, что лучше, фильм Дагомей или фильм Империя. Оба, кстати говоря, награжденные, оба мне нравятся. Почему она это оценивает? Я думаю, так же, как мы с тобой, нравится-не нравится. Ну и дальше, конечно, она может как-то объяснить, как и все мы. У нас у журналистов или критиков, во-первых, большая ответственность. Наша ответственность в том, что мы не можем обойтись нравится-не нравится. Поскольку у нас есть профессиональная трибуна, а не персональная трибуна, то есть блок. Профессиональная трибуна это некая СМИ, иногда твой персональный блок может выглядеть как СМИ, я считаю, что, например, мой YouTube-канал вполне может на это претендовать, чтобы называться СМИ, хотя он не является, строго говоря, СМИ. Это вот я один, просто перед камерой, но у меня есть маленькая команда и так далее, и некая профессиональная реноме. У нас есть ответственность. То есть обычный человек, он может даже и фактических ошибок налепить, например, и скажет, ну я не обязан разбираться, не обязан разбираться. Первое, что ты говоришь, нравится-не нравится. Мне не понравился этот фильм, потому что он закончится тем, что всех убили и съели. Не люблю я такое. Подождите секундочку, там одного человека убили и съели, а там вообще в конце в хэппи-энд, наверное, не досмотрел. Да, не досмотрел, ну и что, убили и съели, захотел и ушел. Имеешь право. Ты просто зритель. Ты заплатил за билет, имеешь право. А мы не имеем этого права. То есть у нас выше ответственность. Из-за того, что выше ответственность, больше вес этой экспертизы. Это не просто экспертиза нравится-не нравится. Мы обязаны объяснить почему, досмотреть внимательно до конца. Если мы облажались, не посмотрели и прочее, то наша экспертиза становится ниже, чем у среднестатического блогера именно из-за повышенной ответственности. Это первое. Второе. Это количество увиденного, которое обязано переходить в качество. То есть мы не имеем права пропустить в году не посмотреть фильм, победивший на Оскарах или в Каннах. То есть часто так бывает, но ты выпадаешь из профессиональной квалификации, если ты не следишь за тенденциями. И обычно человек может увидеть первый в своей жизни румынский фильм и сказать, вот это да, этот фильм, лучший фильм, который я видел в жизни. А я скажу, секундочку, это слабый фильм. Есть три румынские картины, с которых он списал все. Они придумали это, то, сё. Сюжет списан отсюда. Обычный человек не обязан знать этого. Он или она просто говорит нравится, не нравится. А я обязан это знать. Если я такого не знаю, shame on me. Это второе. И третье, это, наверное, совершенно ужасно прозвучит, мерзко, но это еще раз, это третий, а не первый и может быть даже не главный аргумент. Ты становишься профессиональным критиком, у которого больше трибуна, больше аудитория, которого больше смотрят, слушают, прислушиваются, потому что это твоя профессия. Что значит профессия? Ты это делаешь, за это деньги получаешь. Почему ты получаешь за это деньги? Потому что твой работодатель, твой, в некоторых случаях, это вообще рекламодатель, ну так, в принципе, твой работодатель, твой редактор и так далее, он по каким-то причинам знает, что у тебя есть аудитория, что ты заслуживаешь, То есть профессионал оценил полезность твоего труда для аудитории, для аудитории своего СМИ, например, оценил ее позитивно, и тебе за это платят гонорары. Если ты можешь этим зарабатывать, это признак профпригодности и того, что у тебя есть. Еще раз, я сказал, это третий, не первый, не самый главный аргумент. Вот эти вот три шатких аргумента в наше новое время блогов и постправды отделяет профессионального критика от просто блогера. А есть у тебя какой-то список критериев? Вот ты, например, для себя отмечаешь, когда смотришь фильм, да, вот по вот этим пунктам ты определяешь, что этот фильм, оставим эмоциональное, что этот фильм, да, хорош. Вот почему бедные и несчастные – это шедевр? Я согласна. Ну, во-первых, давай определим слово шедевр. Не все знают, что это значит. Шедевр – это французское слово, оно обозначает лучшее произведение этого автора. Шеф-девр. Шеф всех работ. Главное произведение. Шедевр – это для меня, потому что это самый лучший фильм Йорга Салантимаса, что я видел. Что не обязательно является похвалой, кстати говоря. В моем случае является, но не обязательно. Первая реакция – эмоциональная. Если фильм приводит меня в восторг, я стараюсь кричать на каждом углу о том, что это шедевр, что это потрясающе. И поскольку я критик, у меня большая аудитория, я начинаю вербовать сторонников, как минимум просто заинтересованных, чтобы посмотреть. Если со мной не соглашаются, тем хуже для меня. Мой рейтинг невидимый падает на пункт, когда я раскричался о чем-то, что не нравится в основном людям. И если я буду ошибаться регулярно, как бы хорошо мне не был подвешен язык и так далее, рейтинг упадет куда-то ближе к нулю. Те, кто наивно считает, что критик должен быть не как публика и с ней не совпадать, они сильно ошибаются. Идти за публикой нельзя. Ни в коем случае. Но стараться вести за собой публику, хотя бы даже небольшую, это, я бы сказал, обязанность кинокритика. Обязанность. Потому что кино это социальное явление, а не только искусство, которое для горстки понимающих. Это я так на это смотрю. Есть люди, которые смотрят иначе, естественно. Первый отклик эмоциональный и интеллектуальный. Это разные вещи. Мои персональные, внутренние, эмоциональные критерии такие. Я должен испытывать сильные чувства, когда я смотрю. После фильма я должен остаться не только с чувствами, но и с мыслями. И я смотрю над тем, насколько долго длится это по вслевкусии. Хочу ли я пересмотреть фильм. Или он выветривается на утро. Это тоже важно. Если он очень сильно произвел впечатление и выветрился, то все равно хорошо. Но если он остается надолго, есть фильмы в моей жизни, которые у меня просто, можно сказать, впечатаны в меня. Например? Ну, «Танцующие в темноте», например. Или «Зеркало» Тарковского. Или «Фанни Александр». Я всю жизнь живу с этим фильмом. Они стали частью моей ДНК. Просто вот они, они часть меня. Урони из пальца каплю крови, проанализируй, там будет «Фанни Александр». Так бывает. И я думаю, что у многих людей, любящих кино, есть такие фильмы, которые часть их. Я думаю, что «Бедные несчастные» тоже, тоже этот фильм стал частью меня. Я очень давно не получал такого заряда самых разных, очень сильных эмоций, как от этого фильма. И мысли, кстати. И мне так смешно, когда этот фильм редуцируют до каких-то простейших. Ну, фильм хороший, но потом конец такой. Просто это значит, что все мужики козлы. Это вот для этого все огородили. И говорю, нет, вообще не это значит. Это просто совпадение. Да и называть мужиков козлами, это в русской речи есть. Того нету даже в английской традиции вообще. Это ни при чем. Но кому-то хочется разочароваться, и этих людей ты обратно не очаруешь уже. На самом деле, ничего тут не скажешь. Критерии. Критерии. Критерии начинаются, работа кинокритика начинается после просмотра. Дальше ты начинаешь пытаться разобраться, почему у тебя такая сильная реакция. И дальше ты выделяешь эти критерии. И главное здесь, мой, хотел сказать, секрет, никакого секрета здесь нет. Мой метод. В том, что у каждого фильма существует своя система критериев. Фильмы индивидуальны. Например, оценивать фильм «Клык» того же Лантимаса с точки зрения работы художника-постановщика можно лишь отчасти. А оценивать бедных несчастных только по сюжету, кстати, взятому из книги, и не оценивать работу художника-постановщика или художника по костюмам, абсурдно. Когда кто-то говорит, ну сюжет же такой, я говорю, вы видели костюмы? Они говорят, ну костюмы хорошие, но... Я говорю, да нет, никакого но. Форма и содержание должны быть... Совершенно верно, они не раздельны. Не раздельны. Есть гениальные фильмы, сделанные совершенно по чужому сценарию, сюжету, давно известному. Они совершенно гениальны. А есть фильмы, в которых именно история, сюжет их создает. И это не значит, что там больше нет других элементов. Для одних фильмов актерская игра – это вообще самое важное, почему можно. Но для фильма «Дагомея» или для фильма «Брюно Дюмона и Империя» актерская игра вообще не важна для их оценки. Режиссура супер важна, а актерство не важно. В одном случае актеров нет, в другом случае актеры – это непрофессиональные люди, они просто типажи. И им не надо играть, им надо выполнять то, что придумал режиссер, для того, чтобы получилось то кино, которое мы смотрим. Но как только мы двинемся в сторону, например, фильма «Баня дьявола», там актерская работа сверхважна. Но мы смотрим на эту актерскую работу, думаем, ну это гениальная девчонка. А потом читаем, что она вообще не актриса. Она поп-певица. Но гениально сыграла. И когда ты пишешь про этот фильм, не написать про актерство – это просто преступление. А в случае с другими фильмами – это неважно. И для каждого фильма важно свое. Например, меня глубоко в самое сердце уязвляет, что все люди, которые пишут и хвалят бедных несчастных, и ругают, в основном вообще не пишут про то, какой там саундтрек. А там полдела – это саундтрек. И то, что там все время инструменты как будто фальшивят и настраиваются. Это же создает нам идею фильма, передает, доносит, до того, как сюжет еще начал разворачиваться. На начальных титрах мы уже начинаем ее чувствовать. Она в нас проникает. Это гениально. Это очень редко такое бывает. Это очень мало кто такое умеет. Между прочим, в зоне интересов это тоже есть. В зоне интересов гениально работает со звуком. Это абсолютно потрясающе. Звук невероятный. Невероятный. То, что Оскар дали за звук – это супер правильно. Хотя я скажу тебе, что Оппенгеймер очень был серьезный конкурент. И, конечно, Оппенгеймер получил бы звук, если бы не… Если бы не зона интереса. Потому что сцена, например, этого воображаемого взрыва бомбы, она нарисована звуком. И это шедевр внутри фильма. Я очень большой поклонник аудиовосприятия кино. И музыку в кино, и звук в кино я стараюсь оценивать всегда. И меня поражает, ну, как иногда многих людей поражает, что описывая фильм, описывают сюжет актеров и не пишут ничего про работу оператора. Ну, как так? Это главный человек. Меня также поражает, когда вообще игнорируют звук. Не во всех фильмах это обязательно важно. Но, ну, вот, например, фильм «Стразь» Дэна Буфана, он же «Рецепт любви». Какой там звук? Как можно сделать всю музыку фильма без какой-либо музыки за кадры только от бряцания ложек, вилок, кастрюль из этого создать саундтрек? Но это же шедевр звуковой работы. Настоящий шедевр. А люди смотрят, говорят, ну, там сюжет не развивается два часа. А мне кажется, можно два часа это просто слушать, даже если ты не смотришь. Но мы все смотрим по-разному, и все ищут чего-то разного. Очень часто на кино смотрят как на рассказанную историю, и все. И больше нет. Но я так смотреть не могу, и мне кажется, я никогда не мог так смотреть. Один из первых фильмов, который вообще для меня открыл искусство кинематографа, я так считаю, фильм «Зеркало» Тарковского, с точки зрения сюжета, это «Зеро». Там есть несколько маленьких сюжетов, вставных внутри, но в целом ты не можешь рассказать историю этого фильма. Он не про это. И это доказательство того, что кино – это не про историю. Или, в самом случае, не всегда. А я бы сказал, чаще всего это не про нее. Вот фильм, мой любимейший, который тут в Израиле я показываю, фильм «Опавшие листья». Там сюжет рудиментарный, он как будто бы вызывающий, настолько вызывающий, что там у героев любовь, они не спросили, как друг друга зовут. И это нарочно так сделано. Потому что этот фильм кричит вам, кричит. Это не главное. И это не главное. То есть, правильно ли я понимаю, что плохой фильм для тебя – это тот, в котором рассыпаются формы и содержания? Для меня плохой фильм – это две вещи, два важных качества. Иногда они вместе идут, иногда нет. Для меня плохой фильм – это фильм, который банален, который ни разу меня не удивляет, который для меня не неожиданно, который делает одно и то же. И рассказывает то, что я уже много раз слышал, или показывает то, что я много раз видел. И тем более, если этот фильм открыто, спекулирует на чужих находках. Это я презираю. И второе… Пример можешь привести? Я не знаю. Пример обязательно нужен. «Человек-муравей» и «Оса-3». Господи. Я тебя про кино все-таки спрашиваю. Нет, я считаю, что все кино. Ну, вот, например, «Стражи Агалактики 3» при этом – это настоящее кино. И там куча новых каких-то находок. Это же и то, и другое Марвел, и то, и другое триквел. Пожалуйста. Но есть разница. Внутри каждой системы есть разница. И второе, конечно, я очень не люблю кино, которое мною манипулирует, которое из меня вытаскивает какие-то эмоции, знает какое. Это всегда абсолютно расчетливый процесс. И от этой манипуляции до спекуляции тоже полшага. Кино как игра в манипуляцию, как то, что делает, условно говоря, Фон Триер, в той же самой «Доцочной темноте». Или в «Догвиле». Вот «Догвил» – это игра «Верю-не верю». Сцена без декораций, ничего понятного, что это просто актеры, произносящие текст. И он делает так, они так играют, это так написано, что ты начинаешь эти невидимые дома, непостроенные декораторами, видеть. Где ты сохранишь свою дистанцию? Где она... Это такая... Это борьба Иакова с ангелом. Это твоя борьба с режиссером. Он своим искусством пытается победить твои аналитические способности. Я обожаю такие фильмы. Ну, как там тот же самый «Ханеки», то, что делает «Лантимас». Ты сражаешься до последнего кадра. И ты потом обессиленный и счастливый после этого выходишь. Прошу прощения, за сравнение, как после хорошего секса. Тебе хорошо. Хотя ты очень устал. Вот. Я люблю, когда кино меня утомляет. Вот так утомляет, так утомляет. Я продолжаю бороться, когда уже он закончился. Все время он у меня в голове продолжает крутиться. Бедные несчастные не оставляют меня до сих пор. Совершенно невозможно. Абсолютно то же самое. Вот. Манипулирующий фильм, который вызывает у тебя при помощи даже видных тебе каких-то средств, вызывает у тебя эмоции. Это манипулирование при помощи актерских техник, при помощи закадровой музыки, камеры. Я люблю приводить такой пример, потому что я его как минимум в трех фильмах, я даже не вспомню сейчас их названия, наблюдал. Вот фильм, какая-то стандартная love story, мелодрама. Он и она сходятся в каких-то обстоятельствах. И они сходятся, и у них какой-то антагонизм или еще что-то, но ты понимаешь с самого начала, что им сходяно быть вместе. И вот в конце обстоятельства сходяно закончилось, и они должны разойтись. То есть они в любви друг к другу как бы не признались. Ну, в некотором случае у них что-то уже было или не было, неважно. И вот они говорят, ну, пока, пока. И они расходятся, и потом оборачивается он, она не видит, оборачивается она, и находятся в ней оборачиваются одновременно, и они идут друг к другу на встречу, и в эту минуту обязательно камера взмывает, и за кадром играет некая музыка, и у тебя глаза наполняются слезами, и ты себя ненавидишь за это. Потому что ты знаешь эту модель наизусть. И когда я вижу такое в фильме, и что-то такое чувствую, понимаю, что это еще и работает, я этот фильм большим черным маркером у себя в голове перечеркиваю. И я даже не буду про этот фильм говорить, понимаю, что многие только для этого в кино и ходят. Но люди вообще делятся смотрящие кино на две большие группы. Те, кто идут в кино, чтобы увидеть то, что они ждут, чего хотят, и те, кто идут в кино, желая увидеть то, чего они еще не видели. Я отношусь ко второй группе. И не мне учить чему-либо людей, относящихся к первой группе. Но фильмы из первой группы я не люблю. Год начался уже достаточно ярко, да, выход Дюны 2, которая собирает там, естественно, всю кассу, есть поклонники, есть непоклонники. Чего ты ждешь от этого года? Какие фильмы уже заявлены, да, ты ждешь, и какие нам ждать вместе с тобой? Я очень жду, но уже известно, что его премьера прокатная будет только в следующем году, в январе, но, значит, фестивальная будет, скорее всего, в этом. Я жду новый фильм «Пон Джунхо» «Мики 17» с Робертом Паттинсоном. Очень жду, уже купил себе книжку, по которой это поставлено, это научная фантастика. Мне очень интересно это посмотреть, и я люблю все фильмы этого режиссера, я не думаю, что этот меня разочарует. Ну, или, может, разочарует в рамках его творчества, но все равно это будет интересно. Аналогично я жду нового Лиоса Каракси. Вот Каракси, «Пон Джунхо» это два режиссера из числа тех, которых я всегда жду их новых фильмов, и риск разочарования, он очень низок. Не то, что совсем нет, он всегда есть, но он очень низкий. И это два моих главных предвкушения из области авторского кино. Из области кино, скажем так, мейнстримного, мне очень интересно посмотреть фильм «Муфаса», приквел «Короля льва», потому что это сделал Барри Дженкинс. И режиссер прекрасный, франшиза чудовищная, вот этот псевдоигровой «Король лев», который был в Диснеевске, это просто безобразие. И как он это безобразие, что он будет с ним делать, мне очень интересно. Кроме того, это то, о чем смешным образом я думал, ну, полжизни, если не всю жизнь. Почему никто не напишет или не снимет приквел Гамлета? Это же приквел Гамлета. Ну, «Король лев» это же Гамлет. В смысле, это не я придумал. Это история Гамлета. Злой дядя, да, принц, оставшийся без наследства. Да, но про приквел Гамлет Старший, его что же звали Гамлет? Тот самый король великий, которого так любил его сын, понимаешь, что он был сын? Он вообще был хороший король или нет? Муфаса. Мы ничего про него не знаем. Мы знаем только о его трагической смерти. А в чем была его славная жизнь? И вот фильм про это. Так что очень любопытно. Жду очень второго Джокера. Верю в Тодда Филлипса. Очень нравится первый Джокер. И Дагмей, мальчишки в Вегасе нравятся. Он очень талантливый режиссер. Леди Гага, любопытная актриса. Хакин Феникс великий актер. Конечно, я хочу это увидеть. Новый фильм Лантимаса, опять Сэмма Стоун. Ну, конечно же, Kind of Kindness. Как это вы не хотите увидеть? Очень хочу. Вот. Даже если это будет неудача, она точно будет интересной неудачей. Но я думаю, почему неудача? Скорее всего, будет классно. Потому что мне кажется, что это какой-то творческий союз, заключенный на небесах. Лантимас и Эмма Стоун. Я, кстати, об этом подумал еще когда смотрел Фаворитку. Когда я не знал, что они надолго вместе задержатся, там все три прекрасно играет. И Рэйчел Уайса, и Оливия Колмана, естественно, заслуженные все ее там Оскары. Все гениально играют. Но именно Эмма Стоун. Вот она с ее провокационной, этой улыбкой, лисьей и так далее, она проникает в этот дворец, подумал, это и есть Лантимас, это он, это его автопортрет, это он. Как Триер себя в какой-то момент суперудачно нашел в Шарлотте Гэнсбурн. Ну вот у них сложилось, и все. Вот она, это в других небесных сферах. И я очень хочу посмотреть на их вот следующий. Они еще и новый фильм придумали вместе. Причем она теперь продюсирует, то есть она и бедные несчастные, она про это говорила, она не видит себя там актрисой только. Она автор этого фильма, они вместе это придумали и создали. Вот. Очень жду этого фильма. Может быть он будет в Каннах каким-то чудом, потому что говорят, что он почти одновременно делал бедные несчастные. Бедных несчастных был огромный, очень длинный постпродакшен. А в том фильме, видимо, нет. Он, видимо, какой-то современный. Вот. То есть он их снимал почти одновременно и может быть уже новый фильм будет сейчас. А может быть, как это часто бывает после всего Оскаровского шуба, просто дистрибьюторы решат еще на полгода или год сдвинуть, чтобы фильмы одного и того же режиссера и одной и той же команды не толпились. Это тоже, к сожалению, часто бывает. Ну и с ужасом, но жду нового Копполу. Почему с ужасом? Я думаю, когда великий режиссер, который давно не снимал великих фильмов, а он их не снимал сколько? Больше 30 лет. Последний его выдающийся и то невеликий фильм это был Дракула. Когда великий режиссер говорит, что это его главный проект, он всю жизнь над ним работает и прочее, наконец-то закончил, это всегда вызывает у меня ужас. Но может быть, это будет гениальное кино, но я полон страхов. Ну, конечно, я очень хочу посмотреть. Ну, классический Коппола, несомненно, один из величайших режиссеров в истории мирового кино. И я очень люблю «Апокалипсис сегодня». Я обожаю «Крестного отца», правда, только первого. Есть мнение в Америке, что второй даже лучше, я с этим не согласен. Первый «Крестный отец», я считаю, это один из лучших фильмов, совершенно не о мафии, а о том, что такое семья. Это прекраснейший фильм. И я обожаю фильм «Разговор», который гораздо меньше знают, и который вообще ничуть не слабее вот этих двух всем известных шедевров. Кстати, получил «Золотую пальму и ветвь». Нельзя сказать, что он недооцененный, он недосмотренный, его мало смотрели. И это еще один фильм с великой работой звука. Звукорежиссер «Разговора» это человек, он книги писал и прочее, он выдающийся. Это, конечно, вообще король всех звукорежиссеров. Ну, я думаю, достаточно. Я тебе накидал разных фильмов. А, ну, «Битл Джуз 2» тоже любопытно посмотреть, хотя Тим Бертон, конечно, сдал в последние годы. Уэнсдэй был симпатичный сериал. Вот, поэтому, ну, в любом случае посмотрим, что из этого получится. Ну, то же самое с «Фуриосой» прикол «Безумного Макса». Тоже любопытно, но не надо слишком многого от этого, мне кажется, ждать. От российского кино ты сейчас еще что-нибудь ждешь? Я ждал один фильм. Я ждал «Мастера Маргариту». Я говорил об этом. Еще в прошлом году мы записывали эти ожидания. Я ждал, что это будет хорошо. И это оказалось очень хорошо. И я, кстати говоря, ждал, но не очень-то в это верил. Но это такое странное исключение из правил. Будет ли еще какие-то исключения? Ну, никогда нельзя этого исключать, что будут исключения. Все может быть. Сейчас режиссеры, которые были в последние годы лучшими российские режиссеры, которые представляли Россию на фестивалях, они все снимают англоязычное кино. Серебренников выйдет со своим англоязычным Эдичкой. Кантемир Балагов снимает на английском языке два проекта. На этом можно сказать, что вот российского кино, такого хорошего, действительно, как искусство, больше не будет? Сейчас нет. Не будет? Ну, нет. Исключения с правила будут. Ну, конечно. Будут какие-то авторские фильмы. Вот сейчас, например, в эти дни, чуть ли не сегодня премьера, фильм «Фрау» Любови Муйменко в России. На мой взгляд, это очень хорошая картина, очень тонкая. Ну, ей как-то удалось не стать пропагандой, не стать каким-то таким трусливым. Это хорошее кино, настоящее, полноценно. С отличными актерскими работами, интересной драматургической основой. Но этого мало и будет еще меньше. Я так думаю. Может быть, я не прав. Дай бог, чтобы я ошибался. Вот. Ну, а, конечно, фильм Кирилла, который я тоже очень жду в этом году, про Эдуарда Лимонова с Беном Вышу. Мы по-любому не можем сказать, что это российское кино. Англоязычный фильм, сделанный международной командой. И, Кирилл, давайте посмотрим фактом в лицо. Кирилл Серебников не российский режиссер, как бы ни был паспорт. Это настоящий международный режиссер, международная звезда режиссуры. Театральный и кинематографический. Это настоящий, подлинный космополит в возвышенном, античном смысле этого слова. Вот. И если мой товарищ, за которого я очень болею, переживаю, Андрей Звягинцев, честнейший человек, талантливейший человек, это, несомненно, русский режиссер с большой буквой «Р». То же самое можно сказать про Александра Николаевича Сокурова. Это русский режиссер. Кирилл не русский режиссер, Кирилл мировой режиссер. И, друзья, поймите, я не считаю, что одна или вторая опция лучше, чем другая. Это просто разные принципы делания искусства. Для многих русских режиссеров сделать фильм на другом языке, в другой культуре будет поражением, может быть, поражением в правах даже. А для Кирилла это еще одна освоенная территория. И он будет продолжать их осваивать, пока он жив, нет сомнений. Мы очень надеемся увидеть много-много фильмов и Кирилла, и Кантемира Балагова. Конечно. Ждем следующего года. Я думаю, что он тоже будет интересным. Хотя, мне кажется, Барби Геймера нет, пока не намечается. Это уникальное явление. Не надо, пожалуйста, думать, что такое может быть часто. И раньше такого не было, и в будущем не будет. Вдруг два абсолютно противоположных и в равной степени интересных фильма, авторских и в то же время коммерческих, совпали в прокате. Но это реально как какой-то парад планет. Такое вдруг происходит что-то, смотришь в небо, ух ты, вот это да. И больше ты этого в жизни не увидишь никогда. А может быть и увидим. А может быть и увидим. Спасибо большое, Антон. Спасибо. Всего доброго. Пока.